Всем привет! Сегодня у меня на обзоре интереснейшие кроссовки от Puma, которые заслуживают вашего внимания. Ультрарайт, беговая модель в бело-салатовом исполнении. Ребят, только не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, пишите вопросы в комментарии, я попытаюсь вам с радостью на них ответить. Возможно, вы узнаете для себя что-то новое. Так что оставайтесь с нами, а мы продолжаем. Модель интересна тем, что у нее установлены одни из последних технологий, которые сейчас делает Puma. Также модель очень легенькая, за счет чего она подходит на теплое время года, время пробежек, они будут отлично вентилироваться. Ногам будет более комфортно, нежели чем в текстильных вариантах кроссовок и прочих. Также у нее идет подошва с отверстиями, через которые проходит вентиляция, но мы сейчас все это разберем поподробнее. Коллекция осень-зима 2020 года, модель уже не совсем новая, в таком цвете, столько у нее у официалов. Покажу, какие есть еще цвета. Есть такие варианты цветов, как у меня на видео, на момент выхода, кстати, черные еще продаются. Это ультрарайд экстрим, есть ультрарайды с First Mile в объединении, там немного другие нити верха. В целом цвет похож, но они полностью идут салатовые, лишь подошва один в один и в черном исполнении. И ультрарайды экстрим должны обладать еще лучшей поддержкой и обхватом стопы. Модель интересная также в плане материалов. Выполнена она полностью из нейлоновой сетки, с прорезиненными элементами на носке, а также в районе шнурков и пятки. Строчка в районе шнурков с петельками, которые отлично, кстати, садятся по ноге. Обычные шнурки с розововатыми наконечниками и надписью Puma. Усек хороший для обувания, хорошо выступает. ТПУ вставка на всю пятку, обеспечивает нормальную поддержку, плюс рефлектив установлен, но он есть только сзади. Спереди же прокрас, лишь имитация. Но за счет яркого цвета их будет все равно хорошо видно. В чем еще их особенность? В том, что у них установлена пена из Эва, ну это по сути улучшенная ее версия Pro Foam, которая позволяет как бы больше гасить удары и больше делать возврат энергии. Имеется такая полость как раз, это вставочка Pro Plate пластиковая, она здесь в голубоватом оттенке, для лучшего ускорения и стабилизации. Пена прожимается, это чувствуется. Вот именно вот эта вот Pro Plate вставка, кстати, она дает хорошую вот упругость. Она здесь идет под всей подошвой практически, ну занимает примерно 70%. Очень прочно, я пытался их изгибать как только мог, и они очень хорошо себя ведут, ничего с ними не происходит. Поэтому за качество и целостность можно не переживать. Внутри обычный подносок, он здесь светлый, среднего качества, к нему, я думаю, претензий не должно быть. Стелечка, она здесь не совсем гелевая, здесь немного другой материал. Он прожимается, особенно он мягкий, начиная с середины и до пятки, чувствуется амортизация. Потому что если мы посмотрим на основную стельку, она прошита хорошо. Размер 42, модель полномерная, советую брать свой размер. Ну вот прожимается она именно в пятке. Хорошо, но за исключением, вот сейчас я вам покажу. Вот видно, где начинается вот та самая пластинка, о которой я вам говорил. Именно на месте этой пластинки, вот чувствуется, что они довольно твердые. Еще один момент, связанный с нюансом о них, в том, что вот эти отверстия промежуточной подошве, они по сути не позволяют нормально вентилироваться, потому что основная стелька их все равно перекрывает. То есть суть теряется с атообразной подошве для вентиляции. Мы такое видели уже в Adidas'ах Climacool, где там это действительно устроено хорошо, там даже перфорированная стелька. То есть там это 100% работает, но опять же много в людей опасений о том, что они будут, получается, припадать пылью и, понятное дело, промокнут. Что касается этих кроссовок, здесь вопрос с пылью в принципе решен. Но по вентиляции они снизу будут немножко проигрывать, но в воду они уже, конечно же, не выдержат. Теперь о том, как они на ногах. Мне они очень нравятся, они залетят под шорты, на летний образ. Они очень хорошо вентилируются, как я уже сказал, то есть там все почти насквозь. Фиксация хорошая, шнуровки мне достаточно даже средней. Размер полномерный, мне в нем комфортно, небольшой запас впереди есть. Их можно в принципе брать, если вы бегаете на средней дистанции. Для марафона, я думаю, все же они будут слабоваты. Хотя, опять же таки, все зависит от ваших предпочтений. В общем, такие себе полумарафонки. Мягкость чувствуется, но в частности, мне кажется, это не только пена отрабатывает, а еще и стелечка. Причем мне нравится, как язычок вхватывает саму нол. И он так интересно выпирает, интересной такой формы. К чему у меня есть претензии в том, что, то есть модель, если посмотреть на нее, в принципе, она как бы изогнута под углом, как корыца. Особенно там, где палец, его немного видно. Но я не думаю, что это прям большой минус. Мне в них комфортно. Я бы себе, может быть, даже их взял. Но учитывая, что сколько у меня уже кроссовок, я лишь взял их для видео. Кодные кроссовки, если хотите чего-то необычного. И причем за обменяемый прайс, конкретно об этом цвете. Потому что в черном они там стоят чуть ли не 150 баксов. Это уже немного многовато. Тем более, модель уже не такая новая. Да и к тому же у Puma есть уже более новые интересные модели в плане Nitro. Которые, я надеюсь, уже в скором времени смогу записать на них обзор. Кроссовки удобные. Если вы надеетесь здесь какую-то супер мягкость, ее здесь не будет такой. Она чувствуется, она есть. Но я не скажу, что это прям все супер. Это самые мягкие кроссовки и все нужно брать. Это среднего уровня мягкость. Интересный дизайн, который будет привлекать внимание за счет своей подошвы. Именно полости в ней. Вот такой вот получился обзор. Много информации разнообразной. Надеюсь, он был для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Ребят, и до новых встреч.